Вообще я обычно это ем с хурмой, ну, теперь, сезонно, но хурмы оказалось нет, поэтому что есть. Ребята, я совсем забыла, что я снимаю влог, но, в общем, причина, по которой я вообще пришла в универ сегодня главное, это то, что у нас тимморк, и там ребята сзади работают, просто один из них не хочет быть в ютубе, поэтому я не могу очень близко снимать, так что... Сложно снимать, когда один человек не хочет быть. Я же говорила, что потом всё будет лучше, и я только что получила, окей, а я блоггинь, я только что, эй, она, я просто только что получила пятёрку по экзамену, который мы писали, и я вообще, я даже на тройку была согласна, но я получила самую хорошую оценку, и просто то, что я вам вчера говорила, это совершенно неожиданно, просто нужно работать, всегда до конца нужно работать, потому что даже до того, как я сейчас это услышала, я хотела вам сказать о том, как... Как мне тяжело, но я всё равно хочу работать, короче, работайте, ребята. Ребята, в общем, я... мы закончили... Нет, так как я влоглю свой день, то я сообщаю людям, что я делала, и сейчас три часа, и так как я не принесла еду с собой, в общем, я очень хочу есть, я пошла домой есть и делать домашку по программированию. Ты сделала, кстати? Да, она ужасная, вторая... Вторая, да. Я спросила у Майки, как она делала по этому. А Майка сделала? Сделала Майка и Райан, и Райан получил все поинтс. Но я тоже получила все поинтс, но она ужасная. А, ты уже сдала? Окей, я начала в четверг и там застряла. Вот, поэтому я с вами... Куда я смотрю? Я смотрю на себя, я не хочу смотреть на себя, я хочу смотреть на вас. В общем, я увижу с вами в следующий раз. Целый час только для меня. Это хумус, это хамон серано, это твердый сыр, мой любимый австрийский, это фалафель, перчики с сыром, это козий сыр, варенье для сыра, помидоры с разными типами бальзамико и всяким уксусом манговым, это сыр с трюфелями и это сыр с cranberries. У меня есть страшный секрет. Я помешала на них. Я высовываюсь из окна, чтобы проснуться в холодный, 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 уже по-зимнему ощущающимся день. Что вы делаете, чтобы оживить себя? Конечно, можно напиться рудбула или выпить много кофе, но я просто, мне кажется, это так нездорово, поэтому я всегда просто... Хорошо, когда особенно холодно, то я могу просто высунуться в окно и ждать, пока мой организм проснётся, потому что мне надо делать программирование, мне надо делать биологию, мне нужно прочитать философию на завтра. Всего 5.30 ещё, а как хочется спать? Я вам хочу показать одну вещь, которую я нашла. Это такое приложение, которое называется BeFocused, и здесь ты засекаешь помодоро, выбираешь... Я здесь предметы свои ввела, и ты выбираешь какой-то предмет и засекаешь свои 25 минут. Ну, 25 минут я занимаюсь, не отвлекаюсь, потом у меня перерыв. Мне очень это нравится. О, куда? Я ещё не начала. Ребята, прошло два помодоро, и я на самом деле всего-то и сделала только структуру Table of Contents и структуру работы и библиографию. Ну, окей, значит, будет чуть дольше. Как обычно, я просто хотела показать процесс. Я закрываю всё, что у меня есть в PDF-экспорте. Это программа, где я аннотирую PDF-ки, то есть, когда читаю, выделяю, ставлю комментарии. Я вам рассказывала про неё. Тут фишка в том, что на Mac, на iPad, которого у меня нет, и на телефоне, на iPhone они все синхронизируются. То есть, я здесь, например, начала аннотировать, села в трамвай, продолжила на iPhone. Это то, что я всю жизнь мечтала такое иметь. И вот они полгода назад на Mac такое выпустили, очень круто. И, окей, да. А вот этот вот сайт я вам хотела показать. Вот здесь я генерирую Citation Machine, здесь я генерирую вот эти вот Citation. Ну, просто я ввожу название исследования или номер исследования, и он его генерирует. Но здесь, может быть, вы мне подскажете, какой лучший сервис для этого. Я использую вот этот, потому что, благодаря тому, что тут реклама, он бесплатный. Может быть, вы мне подскажете, какой это даже лучший ресурс. Высовывание головы на улицу мне уже не помогает, поэтому у меня есть другой способ. И это еда. И я просто... Когда я ем, мне не хочется спать. Мне кажется, я не решусь это вставить. Но я себя не показываю, потому что человек в 10 часов, которому ещё предстоит много-много часов учиться ночью, выглядит примерно так. Ну или я такой же. Вы часто спрашиваете, я стою между шестью и семью. Если я поздно ложусь, то я сплю чуть дольше, потому что какой смысл следующего дня, если я варёная? И я... У меня за меня где-то 70 минут собраться, если я мою волосы. И я их мою почти всегда, когда у меня есть полный день в школы. Потому что я терпеть не могу после обедины или вечера в школе или на работе, когда ты себя уже чувствуешь несвежо. Поэтому это помогает как-то быть более свежей. Если вы думали, что здесь будет какая-то особенная комната в искусственном интеллекте, нет, она абсолютно обычный classroom. На самом деле даже хуже, чем обычный, потому что у нас нет столов, и нужно писать вот на этих вот штуках, что мне не очень нравится. So it's okay. Окей, у нас только что закончился искусственный интеллект, и это ужасный день, потому что мы опаздываем на все уроки, и из-за этого мы выглядим плохо перед учителями. Но уроки так поставлены, что нет никакой возможности прийти вовремя с одного места, с одного здания, с одного локейшона на другой. И кроме этого мне нужен суп. Where's the soup place? I don't know, I never been there. There used to be a soup place. Okay, I'm gonna go look. Okay. Okay. Alright, I'll go look. What are you doing? I don't know, I think... I think that's the soup place, yes. Okay. I think that's the little place, yeah. Okay. Should I come with you? If you want to. Yeah, I just come with you. Okay. And what does he understand? We've been transformed into the structure. That means we are able to think halfway towards... Okay. 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 What? Linzer. 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 Schnitt. Yeah. Yeah. I don't know. It's just some kind of Austrian cake. It is so nice. What are you working on? Now? Yeah. I was actually... During your science lesson, I was just designing the slides. Everyone is doing something of their own. Yeah, I finished it because it was quite exciting. Thank you so much. They look amazing. No. No, seriously. Also, yours? Or at the beginning, it's yours, right? Yeah, but just a couple of them. Four and four. I didn't change them. I mean, it's... I thought it's... A little bit as well. Oh, yeah. Six more? Yes. Five more? Yes. Five more? Yes. I'm sorry. I'm sorry. This is a weird cafe near the university. It's closed for 5 minutes. I'm going to finish my job. I'm going to finish my job. And, in general, I'm going to finish my job. I'm going to finish my job. Не, не, сегодня, потому что по-другому вторник. У меня до 8 с чем-то, 8.30. Я доделаю сейчас за 30 минут нейробиологию и буду готовиться потом к презентации на завтра. Если есть возможность, я всегда стараюсь перед презентацией нормально выспаться, потому что тогда можно хотя бы думать на своих ногах и придумывать контекст по ходу, если тебе какие-то вопросы дойдут. Но если ты не выспишься, то ты не сможешь ничего придумать. Я смогла заставить себя проснуться, сделав немножко 10 минут кардионагрузки, просто приседая, там, всякое такое делая. И выдохнуть в голову, в окно моё. Классическое. И, на самом деле, всё супер. Я проснулась и теперь у меня есть 5 часов, чтобы подготовиться к презентации. И сама презентация у меня в 5 часов вечера. Хей, ребята! Уже 9.15, я всё продолжаю готовиться к презентации и подумываю о том, чтобы пропустить программирование, чтобы ещё иметь пару часов для подготовки. И мне нужно взять сейчас в полчаса off и сделать звонок с Lingoda, потому что они думают делать конкурс для зрителей, для вас в новогодний. Поэтому я вот так. Я просто не могу поверить, что сейчас только 10 часов. Мне кажется, я уже столько всего переделала. Конечно, отставать в начале шести — это самое то. Но я вам что хотела сказать, женской половине из вас, это то, что если у вас тонкие вьющиеся волосы, я наконец-таки нашла натуральный. Как мне кажется, я ингредиенты один по одному не проверяла, но, по крайней мере, силиконов и SLS в нём нету. Вот этот бренд буквально 5 евро стоят. Взяла первое что... Ну не первое, а просто в BioShop я взяла что-нибудь попробовать. И наконец-таки то, что я попробовала. Действительно, волосы очень мягкие, струящиеся. Нету электро... Ну это именно от электростатического напряжения. Просто более такие гладкие. То, что надо. Так что рекомендую. Не пошла я на программирование. Мне осталось ещё немножко разобрать по теме для того, чтобы просто полностью, насколько я могу понимать её в данный момент. Поэтому я займусь этим. Сама презентация в 5 начинается. Где-то в 4 я, наверное, выйду. Вот. Поэтому сейчас... Прошло уже часов 6. Я такая голодная. И я сделала себе, как обычно, тарелку. Правда, сыр. Сыр гораздо вкуснее, если он хотя бы минут 15 постоит. Но я такая голодная, что... Очевидно. Через час презентация. Вы сколько обычно раз повторяете перед презентацией? Я обычно... Три-четыре? Четыре. Где-то раз. Вот этот текст. Он почему-то у меня сейчас выходит в 30 минут. А у меня всего есть 10-15 на презентацию. Поэтому сейчас... Я не знаю. Наверное, это просто, когда сам себе рассказываешь, что медленнее. Ребят, я совершенно про вас забыла, потому что уже прошло половина презентации, но всё прошло просто... Ну, мне кажется, очень классно. И на самом деле, у меня было не 10 минут, а минут, наверное, 40 в результате. Но мне всё понравилось. Вообще, это было здорово. Самое главное, что я кучу всему научилась из-за этого. Вот. Кстати, Амани, она будет начать свой блог. Я скажу им, что вы начнете блог. А, да, я начну с вами. Извините. Может, это будет просто... Я, я, я. Я, я, я. И если она начнется, она будет. Я, я, я. Я всё сдала. И да, этот класс реально заканчивается в 9 с чем-то. Университет закрылся, мы всё ещё были в кабинете. В общем, Рома не готовил 15 лет нашей жизни. Потом он смотрел фильм «Мистер Чёрч» и начал готовить. Ну, а теперь, когда у меня наконец-таки свободный вечер, я вам покажу кое-что из косметики. Я участвую в компании Garnier по запуску их новых масок. Это тканевые маски. И здесь три типа для... Всего существует три типа. Для обезвоженной кожи, для проблемной кожи и для сухой кожи. И вот эта вот, она у меня на немецком, а не на русском. Потому что, когда мне их прислали, я попробовала именно эту. И просто с сих пор начала покупать её. Почему, если кому-то интересно, почему эту, а не для проблемной кожи? Я без конца пользуюсь самыми сильными увлажняющими масками. Потому что шрамы от Акне, когда кожа хорошо увлажнена, они меньше видны. Хотя эти тоже увлажняющие, но я так и не попробовала. Потому что я всё время возвращаюсь к этой, и она мне понравилась. Я хотела вам сказать, почему я люблю тканевые маски и зачем они мне. Я начала это делать относительно недавно, с тех пор, как я переехала в Вену. И я вот сейчас езжу часто в Словению и в Будапешт. Это три часа минимум езды. И я езжу вечером, и, ну не знаю, я как-то поздно, стресс, дождь, темно. В общем, кондиционер. Я как от полётов у меня кожа. Я приезжаю в место назначения, и моя кожа очень сильно, ну как бы, высыпание и всё такое. И, короче, вот я начала ездить за рулём в маске. Единственное, ребята, я опускаю маску. У меня всё равно проблемные зоны тут. То есть я опускаю её с глаз, чтобы не было… И тоже, если вы вдруг меня послушаете, чтобы… Ну вдруг она съедет или что-то. Лучше ниже глаз наносить. Чем это нереально удобно? Это то, что ты едешь час, она работает и делает то, что надо. И ты просто даже не останавливаясь так снял с себя и положил, ну как бы, выбросил. Вот, поэтому я такой для себя лайфхак нашла, и мне это очень сильно помогает. Музыка Первый снег, первая декабря, и пошёл первый снег. Вообще круто. Я иду на лабораторию, я встала, наверное, где-то чуть раньше восьми. И, в общем, whatever. Сейчас 8.30, и я иду на лабораторию, и надо где-нибудь найти еды по пути. Или даже съесть круассант, потому что… Потому что весь стресс ушёл. Вся… Всё, что надо было делать, сделано. Но теперь просто обычная домашка, обычные уроки. Вот эти все главные работы, из-за которых я нереально переживала. Снег в лицо. Они всё закончились. Здесь во многих местах вообще не можно платить только кэшем. И не хватало 30 центов на то, что я заказала, на полную минуту. И какой-то чел за мной заплатил за меня. Я просто вспомнила, что я тоже, я всегда, когда людям не хватает, особенно пожилым людям, когда не хватает в магазине, например, я всегда стараюсь заплатить за них. А вы старитесь платить за других людей? Я всегда пытаюсь это делать. Я надеюсь, что ты хочешь мне в этом. Да, я всегда хочу в этом. Знаешь, это очень весело, когда у тебя есть кто-то в этом. Так что мы просто идём. В общем, у нас закончилась наша лаборатория. И в конце была странная немножко дискуссия про беженцев и про… Нет, про беженцев. В конце была странная дискуссия про то, нужно ли отдавать, ну, как бы, честную дату. Как ты говоришь «привати» в русском? Ты спрашиваешь мне? У тебя есть идея? Я могу гугли это для тебя. Да, пожалуйста. Вы гугли это. В общем, нужно ли давать информацию, когда ты на Амазоне покупаешь, и что вся эта информация остаётся у Амазона, и потом государства или страховые компании, они могут до всего этого доступиться. И у меня всегда немножко другое мнение, в отличии от, не знаю, других людей. Вот, так что я не знаю, что я сейчас думаю, но мы пойдём. Я думаю, что это немного холоднее, да? Да, холоднее. Да, холоднее. Да, холоднее. Да, холоднее. Да, холоднее. Да. Мы идём просто где-то поесть, и дальше работать, естественно, учиться. Так что, see you later. Доброе утро, ребята! Вчера у меня влог не задался, извините, после большого напряжения я всегда немного выпадаю на день или два, и после лаборатории мы просто просидели до полного вечера, до полного вечера собаки в кафе, делясь подробностями жизни друг с другом. А сейчас я почти на пути в Братиславу, потому что мы идём в университет туда, мы в математический факультет, познакомиться. Но вначале я на три часа заеду в мол, чтобы сделать искусственный интеллект, который нужно задавать каждую пятницу, и потом девочки придут сюда, и те, кто едут со мной в машине, и мы вместе поедем в Братиславу. Я только начала, и у меня есть три часа, но я так хочу поскорее закончить, потому что мне надо купить новую адженду на следующий год, ну, или молискин, или, скорее всего, молискин я куплю в этом году опять. И просто мне так хочется, а, успеть, б, пойти уже выбирать эти молискины, и вместо этого, естественно. И эти вопросы нужно ответить за три часа, это очень много, учитывая, что мне надо разобрать весь чаптер, всю главу, и все свои записи без требований. Все в черном, я не знаю почему они все в черном. Мы закончили с презентацией, и теперь мы в Братиславе, sorry, на разъездочетском истерике, и, ну, в общем, очень классно. Я просто обожаю ребят и свои программы, и тех, кто продают программу, и что у нас так много разных, что у нас так много разных, как бы, стран и классов, это настолько нереально круто. Люди такие милые, они улыбаются, когда я снимаю, они на меня смотрят и улыбаются, и это так прикольно. У них в Братиславе есть драники. Ребята, я была русская, драники. Мы съедим очень много драников. Но надо вернуться туда, где были драники до этого. Эстонские люди тоже любят драники. Райан не знает, как на наших славянских языках заказать эту еду, поэтому я ее буду заказывать. Людям, которые ковырят на английском, это очень сложно. Окей, я просто попросила на Айру посидеть в кафе. Мы просто тут целый час сидим в кафе, потому что холодно в Братиславе на улице. Я не знаю, что ты говоришь немного, но все хорошо. Я просто покажу другим людям. Все обсуждают. Это еще и канди, извиняюсь. Окей, они говорят, что я писала вам конфеты. Это очень большой стенд с конфетами, но на мой вкус он похож на советский стенд с конфетами. Но в чем его и есть шарм. Так, в общем, они уже обсуждают дипокрасию, сидят целый час. И я просто наслаждаюсь компанией этих людей. Потому что люди, с которыми я училась до этого, и работала до этого, и просто проводила время до этого, они были из бизнеса. И это совершенно другая атмосфера, совершенно такие разговоры, совершенно другие интересы. И вообще мне настолько, вот, просто духовно, эти люди настолько более близки. И просто, просто я испытываю такое счастье проводить с этим время. Вот. Наверное, эта неделя влогов на этом и заканчивается. И мне было очень приятно взять вас со собой. Я не знаю, я надеюсь, что вам понравилось, было интересно участие этой недели со мной. И, да, может быть, как-нибудь сделаем это еще раз. Потому что ребятам тоже очень, большинству очень нравилось сниматься и принимать участие. Так что, увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok